Новый стандарт, новые правила. С прошлого года они едины для всего региона. Школу Ульяновской области перешли на типовое меню. Оно меняется каждые две недели. Ученики получают весь комплекс полезных веществ. За качеством блюд следят сразу несколько инстанций. Самое строгое – родители. Каждому классу выделяется неделя, в течение которой родители в любой день, в любое время могут прийти и попробовать пищу приготовленную, посмотреть, как организовано питание, какая обстановка в столовой. Сами ребятишки в столовую бегут с удовольствием. В 40-м лицее – это почти 90% от всех учеников. Рацион составлен согласно всем требованиям. Есть мясные блюда, соки, фрукты и овощи. Все вкусно, едим каждый день. Вот сейчас как раз дают самое любимое блюдо – это макароны с котлетой. Если про всегда ли вкусно, то да, определенно, потому что еда здесь полезная, в принципе, ну и, как видите, выглядит она тоже интересно. Положительные отзывы о горячем питании, к сожалению, можно услышать не во всех школах области. Недовольство родителей дошло до главы региона. Алексей Русских отметил – работать нужно эффективнее. Особое внимание уделять контролю качества обедов для учеников. Жалобы есть, поэтому особое внимание, Наталья Александровна, давайте мы уделим все-таки родительскому контролю. Потому что это вот тот механизм, который действительно может качество серьезно поднять. Потому что родители непосредственно, конечно, крайне заинтересованы, чтобы питание было качественное, вкусное, полезное. Не должно страдать и качество бесплатного питания. На него могут претендовать ученики с 1 по 4 класс и дети с ОВЗ. В 2022 году на организацию 1-4 классов выделена огромная беспретендентная сумма. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Всего это 581 миллион 65 тысяч 44. И, соответственно, это большая часть этих средств из федерального бюджета. И необходимое софинансирование из областного и местных бюджетов. К так называемым льготникам относятся дети из малообеспеченных семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении. С этого года список дополнили ученики, чьих отцов призвали на военную службу по мобилизации. За питание ребятишек этой категории платят представители местной власти. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда. ТВ.